Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю жизни различных животных. Ну а это видео о животном рыбе-хирург. Эта рыба может стать достоянием любого аквариума, однако в природных условиях встречаться с ней очень опасно, ведь рыба-хирург является самой опасной в мире рыбой. Рыба-хирург водится преимущественно в водах Тихого и Индийского океанов. Некоторые виды можно встретить в Атлантическом. Тропические воды недалеко от коралловых рифов – основное место, где есть возможность ее повстречать. Очень много хирургов можно наблюдать на побережье Красного моря рядом с коралловыми рифами. На глубину больше 45 метров эти животные не опускаются. Семейство рыб довольно многочисленное – 72 вида и 9 родов. Многие виды очень похожи между собой, некоторые могут изменять цвет и приобретать то темную, то светлую окраску. Средняя длина рыб-хирургов до 20 см, некоторой особи достигает 40 см. Самым длинным является хирург-нос, он может быть до 1 метра. На сильно сжатом овальном теле находится вытянутая морда с большими глазами и маленьким ртом. Цветовая палитра этих рыб очень разнообразна и может быть от яркости синий, желтый или розовый. Самым распространенным представителями хирурговых рыб является белогрудый синий хирург. Эти рыбки вырастают до 25 см и имеют одну из самых ярких цветов тела – голубой окрас. Темное рыло под головой проходит полоса белого цвета. Верхний плавник – желтый, а нижний – белый. Опасный шип желтого цвета располагается в районе хвоста. Полосатый хирург имеет размер до 30 см. Эти рыбы образуют большие стаи, их тело может иметь бледный, желтый цвет и 5 черных ярких полос или одну маленькую в районе хвоста. Пижамный хирург достигает си 40 см. Его название происходит из-за ярких полос на теле, напоминающих пижаму. Желтоватые полосы чередуются с черными, хвост покрыт вертикальными полосами, брюхо голубое. Голубая королевская рыба-хирург обитает в стаях и может достигать 25 см. Цвет этой рыбы ярко-синий, от глаз до самого хвоста проходит черная полоса, которая делает петлю, в основании которой находится голубое пятно. Хвост желтый с черной каемкой. Рыба-хирург шоколадная, имеет серую или желтоватую окраску. На его хвосте, который обрамлен желтым цветом, расположены оранжевые полосы. Такие же полоски находятся вокруг глаз и сзади жабр. Почему же всех этих прекрасных созданий называют хирургами? Если внимательно рассмотреть хвост рыбы, то можно увидеть на нем углубления, в которых находятся шипы, которые по своей страте сродны скальпелю хирурга. Количество их в зависимости от вида может быть 1-2 с каждой стороны. В спокойном состоянии шипы пришаты к телу и не представляют опасности. Однако, если рыба-хирург почувствует угрозу, шипы направляются в стороны и превращаются в оружие. Если попытаться взять ее в руки, то можно остаться не только без пальцев, но и получить отравление токсинами. Ну а кровотечение может привлечь других хищников, которые могут напасть, например, рифовая акула. Если все же рыба-хирург применила свое оружие, то необходимо обработать поверхность раны с помощью очень горячей воды. Только она способна в короткие сроки разрушить яд, находящийся в отравленных шипах рыбы. Обязательная обработка и дезинфекция поврежденной поверхности должна быть проведена только после того, как стечет кровь и будут вымыты токсины. В противном случае заживление будет длительным и болезненным. Лучше сразу обратиться к врачу. Любителям подводного плавания необходимо помнить, что даже незначительный порез, нанесенный рыбой-хирургом, способен причинить сильную боль на протяжении более одного часа. Еще одной любопытной особенностью рыб-хирургов является то, что они могут ложиться на бок и проводить в таком положении достаточно длительное время. Эта красивая рыбка обладает достаточно миролюбивым характером. Создается впечатление, что она очень неповоротливая и медлительная. Однако с помощью мощных грудных плавников она может развить довольно большое ускорение, что позволяет ей прекрасно держаться в быстром течении, где остальных рыб просто снесет. Активность эти водные обитатели проявляют в дневное время. Их можно встретить плавающими по одиночке, парам или в стаях. Однако каждая особь имеет свое личное пространство, которое она ревностно охраняет как от своих сородичей, так и от рыб других видов. Некоторые самцы имеют небольшие гаремы и разрешают находиться на своем участке нескольким самкам. Нарушители границ своего участка рыбой-хирург пытаются выгнать при помощи своих ядовитых шипов. В большинстве случаев это помогает, и только акула способна проглотить рыбу-хирурга и не испытать дискомфорта от выпущенных им токсинов. Прежде чем купить рыбу-хирурга, необходимо позаботиться об аквариуме с большим объемом. Ведь даже в неволе правило территориальности остается актуальным. Маленькие рыбки-хирурги могут мирно уживаться в одном аквариуме, однако по мере взросления могут быть конфликты за личное пространство. На рыб других видов они мало обращают свое внимание и больше заняты изучением декораций, поиском пищи и празднованием времяпровождением. Белогрудый и голубой вид хирургов обладают самым спокойным нравом, а зебросу и аравийскому виду предпочтительно одиночество. Морские коньки не самые лучшие соседи для рыб-хирургов, а окуни, антиасы, губаны, рыба-ангелы прекрасно будут соседствовать с ними. Морские рыбы-хирурги никогда не проявят первую агрессию по отношению к человеку и будут стараться сохранить безопасную дистанцию приблизительно в полуметре. Ценностей для кулинарии эти морские виды не представляют. Считается, что его мясо не имеет хороших вкусовых качеств. Кроме того, возникает возможность получить травму от ядовитого животного. Основным питанием для этих рыб являются разнообразные водоросли, детриты, талома, а также зонплантон. В их большом количестве содержатся на веточках кораллов. В случае нехватки корма рыбы собираются в больших группах, которые могут достигать до 1000 особей. После того, как еда, найденные рыбы на сетеле, стаи моментально распадаются. Аквариумные представители питаются водорослями. Если этого недостаточно, рацион можно разнообразить салатом и одуванчиком. Их листья предварительно ошпаривают кипятком. Мясо креветок, миги, кальмаров должно составлять приблизительно 30% от всего питания рыбок. Половое созревание у рыб-хирургов наступает примерно на втором году жизни. В период новолуния на рассвете морские рыбы-хирурги образуют большие группы нерестятся. Плещутся они достаточно громко. Одна самка за один раз способна отложить до 37 тысяч икринок. Мальки очень отличаются от родителей. Они практически прозрачные и не имеют ярких цветов на теле и лишены ядовитых шипов. Маленькие хирурги стараются находиться в самой глубине коралловых рифов и быть недоступными для хищников, которые представляют опасность. Цена на рыбу достаточно велика. Однако многие мечтают иметь у себя его фариме такого яркого и красивого питомца. Прежде чем заводить его необходимо приобрести достаточный по объему аквариум, максимально приобрести условия существования к естественным, досконально изучить чем питается рыба-хирург и только в этом случае вы сможете любоваться красотой своего любимца длительное время. Ведь продолжительность жизни данного вида рыб может достигать до 20 лет. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал.